Покушение Эндрю Джексон – первый американский президент, на которого было совершено покушение. 30 января 1835 года в здании Капитолия к нему приблизился 35-летний маляр Ричард Лоуренс и, выхватив пистолет, дважды пытался выстрелить, но пистолет дал осечку. Преступник был схвачен и заявил, что мстил Джексону за то, что остался без работы. Сам президент утверждал, что убийцу подослали его политические противники. Абрахам Линкольн Сидевший рядом с ним госсекретарь в США Уильям Сюарт получил ранение, но выжил. Убийцей был актер, сторонник разгромленной конфедерации. Джеймс Гарфилд 6 сентября 1911 года во время церемонии открытия панамериканской выставки в Чикаго был тяжело ранен 25-й президент США Уильям Маккинли. Он скончался 14 сентября. Его убийцей стал 28-летний анархист Леон Спалгоц. Теодор Рузвельт 14 октября 1912 года во время предвыборного митинга в Милуоке, штат Висконсин, было совершено покушение на Теодора Рузвельта, 26-го президента США. Несмотря на ранения в грудь, президент не покинул трибуну и завершил свою речь перед избирателями и только после этого обратился к врачам. Покушавшийся Джон Шрэнк был признан невменяемым. Франклин, дело на Рузвельт 15 февраля 1933 года, вскоре после победы на выборах, но еще до инаугурации, было совершено покушение на Франклина, дело на Рузвельта. В Майами, штат Флорида, в него стрелял анархист Джузеп Пизангарра. Стоявшая неподалеку женщина в момент выстрела успела ударить преступника по руке. Зангарра не попал в Рузвельта, но смертельно ранил мэра Чикаго Энтони Чермака. Гарри Трумэн 1 ноября 1950 года была совершена попытка убийства 33-го президента США Гарри Трумэна. Покушение произошло в его резиденции на Пенсильвании-авеню в Вашингтоне. На его жизнь покушались два пуэрториканских националиста. Между охранниками и нападавшими произошла трехминутная перестрелка, в результате которой охранник и один из нападавших были убиты, второй нападавший арестован. Джон Кенниди 22 ноября 1963 года в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кенниди. Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший десантник Асвальт Ли Харви, проживший несколько лет в столице Белоруссии Минске. Двумя днями позже Ли Харви был застрелен в полицейском участке Далласа Джеком Руби в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму. Это покушение до сих пор остается одной из величайших загадок 20-го века. Ричард Никсон 22 февраля 1974 года в Балтиморе была совершена попытка покушения на Ричарда Никсона, 37-го президента Соединенных Штатов Америки. Вооруженный пистолетом, преступник ворвался в самолет авиакомпании «Дельта», вылетающий в Атланту, и, угрожая взорвать самолет со всеми пассажирами, приказал летчикам лететь по направлению к Белому дому. Он сообщил, что собирается убить президента Никсона. После перестрелки со спецподразделением ФБР преступник застрелился. В его портфеле была обнаружена самодельная бомба. Джеральд Форд В сентябре 1975 года были совершены две попытки покушения на президента Джеральда Форда. 5 сентября в Сакраменто, штат Калифорния, в президента стреляла Линит Фром, член террористической банды Чарльза Мэнсона. Пистолет был заряжен, но произошла осечка. 21 сентября, когда президент Форд вышел из отеля в Лос-Анджелесе, в него стреляла активистка левого движения Сара Джейн Мур. Пуля, выпущенная из пистолета, пролетела в метре от президента. Рональд Рейган 30 марта 1981 года в Вашингтоне 25-летний диск-жокей Джон Хинкли стрелял в Рональда Рейгана, вышедшего после выступления на съезде профсоюза строителей из Вашингтонского отеля «Хилтон». Пуля, пробив грудную клетку, прошла в полутора сантиметрах от сердца президента и застряла в легком. Ее удалось извлечь только после четырехчасовой операции. Кроме Рейгана, тяжелые ранения получили пресс-секретарь Белого дома, агент секретной службы и полицейский. Судебно-медицинская экспертиза признала Хинкли невменяемым и отправила на принудительное лечение. Судебно-медицинская экспертиза Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова